Мы приветствуем Инну и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам в своем биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Инны под ногами, 360 градусов вокруг нее. 2, 3, скэнер сканирует все 7 тонких тел Инны, находит все. У меня на голове, я сперва думала, это арахноид, но это подключка такая вокруг всей головы. Как я и сказал, фата. Но это не фата, она на арахноида похожа, такие вот как у нее лапки со всех сторон, ощущение, что на самых кончиках там лампочки. Ничего себе, еще что-нибудь есть, видимо? Ну, визуально нет. Хорошо, я даю команду скэнер, отключу эту подключку на голове, вместе с ней все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, выводи это все из биополя, все формируется в шар, и как выйдет силам его намерения, отправляю это все в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Рептилоид 2 Грея. Так вот, репт плюс 2 Грея, хорошо. Джин есть у нас, синий. Инсектоид и лизард. У меня вопрос ко всем сразу. Кто был причиной того, что Инна ощущала очень неприятные запахи на физическом плане? Никто из них. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я вам буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Команда тонкой копии Инны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную болезнь. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Итак, кто из вас присутствует в квартире, где живет Инна, в доме? Есть у рептилоида подключки там. Вот треугольники показывает. Один через другой проходит. Треугольники, хорошо. Как дорожка такая задумывается. Но вместе с греями или только у рептилоидов? Вместе с греями. Понятно, хорошо. Еще у кого? Джин синия? Есть. Кстати, какой у нас джин, посмотри. 24,13. 24,13. И он там находится. Инсектоид и лизард там не находятся. Сколько лизард находится в этом биополе? Год и 4 месяца. Сколько находится инсектоид в этом биополе? Три года. У тебя есть инкубаторы? Да, один. Один инкубатор. Синий джин, сколько ты находишься в этом биополе? Он такой грустный. Он в доме и в биополе. И туда-сюда он ходит. Последние около двух лет. И в доме ему чопорно. Он ждал и думал, там будет все блестящее. Подушечка, как он любит. А там все чопорно. И он то там, то в ней, то там усиливает ей чувства финансового страха. Это твоя работа, финансовый страх, да? Последние два года. Но он пытается то в доме подпитаться, запугать, то из нее подсасывает тут этими чувствами финансово. Хорошо, Джин, ты не в курсе, откуда этот запах идет, который она ощущает в доме? Он говорит, он. Что? Рептилоида спроси. Рептилоид, я еще раз повторяю свой вопрос. Я три раза спрашиваю. После третьего раза мне уже твои ответы неинтересны, ты будешь просто наказан. Итак, откуда этот запах, который она ощущает? Она проводник душ, она чувствует неупокойные души вокруг себя. Она в конструкции, она усиливает лампочками, притягивая их. Понятно, то есть она проводник душ, не знает об этом, неупокойные души приходят. Она не может их отпустить, не питается энергией, и от этой слабости вокруг нее что-то случается. Понятно, хорошо, теперь мы знаем. Сколько ты находился вместе с двумя играми в этом биополе? Четыре года. Как у нас с реверсом закончился? Да. Устанали фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Инна забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. И усилив потоки в 50 раз. Все, до последнего частички забираем. Готово. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо, где ты сидел, отсасывая все свои энергии, ничего не забывая, возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, может сгореть по каналам в этой клетке. Она эмпат очень чувствительная к чужим проблемам и боли. Можно быть чувствительным, но можно и не впитывать в себя эту боль и не оставлять в себе. Лизард на этом играл. То есть он собирал с нее все эти... И усиливал эти энергии. Я объясню, для Ины Лизард это именно тот, кто усиливает все эмоции негативные в несколько раз. Скажем, была маленькая проблемка, кажется, конец света, самая большая. Вот так он играет этими чувствами, усиливает их. Негативные. Вы выплескиваете энергию, эти энергии он питается. Все вытащил? Да. Инсектоид, выходи, отключайся, снимай, вытаскивай свой инкубатор, крепление, ничего не забывай, жидкость отсасывай обязательно и возвращайся назад, приступай. Готов. Синий джин, тебе выходить не надо, втягивай в себя всю свою пыль, все свои подключки, ничего не забывай. Приступай. В ногах у нее пыль было много, собрался. Хорошо. Грея, что-нибудь еще осталось невытащенным в биополе? Я только с головы снимал. Посмотрите. Да нет, они с нее все вытащили, все сканер вытащил. Все сканер вытащил, отлично. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Инны с рептилоидом двумя Греями, этой подключкой, джином синим, инсектоидом и лизардом. 1, 2, 3, пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Иду я команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Здесь мы закончили. Лизард, инсектоид. Я сейчас вас отпускаю первый раз на вашу чистоту, вы больше никогда не придете к этой душе. И членам моей семьи. Вам это понятно? Да. Открывается наверху два портала. Один на чистоте лизарда, один на чистоте инсектоида. Они забирают все, что принесли, каждый уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Джин. Я сейчас открою тебе портал в Дум. Ты пойдешь, соберешь там всю свою пыль, дожидаешься меня. Я прихожу, проверяю, отпускаю тебя на твою чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в Дум.Инны. Один, два, три. И Джин уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, рептилоид 2 Грея. Подключка находится в клетке. Четыре года сидели. Мы соберем Грея и подключку. Рептилоид пусть снимает. В квартире, да? Да. Этой установкой они направляли неупокойные души. Оказываем свет. Поэтому Греи нам сейчас все объяснят вместе с этой установкой. А мне это рептилоид, конечно, не рассказал. Он сказал, что неупокойные души. Но теперь я понимаю взаимосвязь. Благодарю тебя. Хорошо, рептилоид. Я сейчас открою портал в Дум. Ты соберешь там все, что ты оставил вместе с Греями. Тебе это понятно? Понятно. Открывается портал в Дум Инны. Один, два, три. И рептилоид уходит в этот портал. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Отлично. Клетка пустая, Вера. Поехали дальше. Переходим на чистоту. Неупокойные бесплотные души. Здесь есть не одна. Не одна. Все души выходят, идут в клетку-тюрьму. Я даже не пойму. А здесь одна. Она как с ребенком. И за спиной еще кто-то есть. Все стали, каждый в свою клетку. Их трое. Одна как мама с ребенком. И еще одна неупокойная душа. Значит, в общем, три. Обращаясь к неупокойным душам, представьтесь, как долго вы находитесь в этом биополе уже. Я Эрика. Это мой сын Патрик. Эрика и Патрик. Как давно вы закончили это воплощение? В 2019 году. Несчастный случай? В горах. В горах. Понятно. Хорошо, Эрика, ты пришла к Инне для того, чтобы она тебя отпустила в светлый портал в Чистилище, да? Да, я чувствую свет, но она меня не понимает. И вижу ложный свет сверху, но это не то, куда я хочу. Этот ложный свет идет от рептилоидов. Так они заманивали, чтобы вы уходили туда. Но хорошо, что ты правильно все сделала. И не пошла в этот ложный свет. Инна просто не в курсе, не знала, как открывать портал. Я сейчас закончу разговор и отпущу тебя вместе с твоим ребенком в этот светлый портал. И таким образом она может научиться. И пока мы до этого не дошли, я спрашиваю и третью у нее покойную душу. Пусть представится. Алекс. Алекс. Алекс, что с тобой случилось, когда закончил воплощение? В каком возрасте? Парашют. Не открылся. Ужас. Давно это было? Это было восемь месяцев назад. Восемь месяцев назад. И ты искал выход, как уйти, да? За этим пришел к Инне? Много всего было. Отторг сразу. Путь, который показывали. Не понял, что умер. Но быстро сообразил. Общался с другими душами. Они годами находятся здесь, в междумире. Поэтому я понял дорогу. Самую старую душу, которую мы выводили. Ей было больше 500 лет. Она находилась в матрице. Я думаю, это не входило в твои планы. И хорошо, что ты понял, что нужно уйти. Далее. Ты увидел ее свет и захотел через нее уйти, так как она проводник неупокоенных душ, да? Я не видела ее свет. Есть определенные знаки, которые притягивают нас. Мы понимаем, что у этих людей есть возможность отпускать нас. Определенный свет, ты видишь, да? Который от души исходит. Или какие-то вибрации, которые вас притягивают. Вибрации тепла. Да, она на нашей частоте. Хорошо, Алекс. Твое желание уйти в светлый портал было, да? Именно так. Я здесь все закончу. Хорошо. Тогда начнем с Эрики. Эрика, Патрик. Сейчас я буду открывать вам портал. Вы. Светлый портал в Чистилище, чтобы вы ушли. Один, два, три. Открывается светлый портал в Чистилище. Эрика вместе с Патриком уходит в этот портал. Их кураторы встречают их. Все, кто знали их, по ту сторону встречают их. Встречает их, Вера? Встречает она, благодарит. Во благо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, сейчас я покажу Инне сразу, когда буду Алекса отпускать, как это делается, чтобы Инна была в курсе. Инна, вы отпускаете неупокойную душу через свою голову наверху. Над вашей головой открывается портал. Вы даете команду. Открывается. Сейчас я это и делаю. Открывается светлый портал над головой Инны. Один, два, три в Чистилище. И Алекс уходит в этот портал. Мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Вы видите, Инна? Значит, там открылся портал, круг такой. И свет из него. Но все тело Инны, он с ног вниз по чакрам, по всем ушел наверх. Отлично. После того, как это все вы проследили или поняли, что душа ушла, вы говорите, закрываю, опечатываю, растворяю портал. И портал закрывается. Готово. Вы поняли, Инна? Очень для меня неожиданно интересно. Я поняла, да. Но у нас есть несколько человек, есть видео про неупокойные души, которые... Вы относитесь к тем душам, которые пришли в матрицу, то есть на Землю, для того, чтобы отпустить определенное количество душ. Это ваше задание в этой жизни. Теперь вы знаете, как открывать им портал. Как только вы слышите этот запах, это для вас сигнал, что пришла неупокойная душа. Она видит ваш свет. Вы открываете над головой этот светлый портал. Визуализируйте, как Вера описала, снизу вверх уходит душа в этот портал из вас. И вы закрываете, опечатываете, растворяете портал. Все. Не забывайте закрывать. Пробую так делать. Это ваше задание. Вы просто должны знать. И мы вам объяснили, как это делать. Поехали дальше. Наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Инна. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Ой, я все чувствую великолепно. Очень уверенно и счастливо. Проблему с запахом мы тоже, я думаю, решили. Теперь, когда такое случится, оно будет случаться. Это ваше задание. Делайте так, как мы вам показали. И все это уйдет на свою чистоту. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Продолжение следует... Продолжение следует...